Привет, дорогие друзья, снова с вами Замерус. Вчера был богатый день на новости, посвященные Black Ops Cold War. И больше всех зацепила, конечно, новость, посвященная интеграции Warzone в Cold War. Или интеграции Cold War в Warzone. Кому как удобно. Данное событие произойдет в декабре 2020 года, при старте первого сезона Call of Duty Black Ops Cold War. Как сказано на Чарли Интел, это позволит игрокам Cold War использовать своих оперативников и свое оружие в Warzone. То есть, возможно, у нас будет уже тогда интегрирована и прокачка стволов из Warzone. И ранее уже было сказано, что через Warzone можно будет качать Battle Pass Cold War. Так что ждем декабрь, первый сезон Cold War. Посмотрим, что там будет. А там будет что-то похожее на Modern Warfare 2019 года. Потому что вчера вместе с новостью об интеграции Warzone и Cold War появилась новость о том, что система монетизации Call of Duty Cold War будет точно такой же, как и в Modern Warfare 2019 года. А это значит, что у нас будет два Battle Pass. Один бесплатный, в котором будут минимальное количество предметов и бесплатное оружие. И платный Battle Pass, где у нас будет огромное разнообразие скинчиков на стволы, на персонажи, всякие спреи, эмоции и так далее, так далее. Что вы все любите. Ну и, скорее всего, у нас появится точно такой же магазин, который будет торговать скинами и определенными наборами модулей на стволах. Опять же, под уникальным скином. И это очень печально, потому что, несмотря на то, что магазин Modern Warfare 2019 года не вносит никакого дисбаланса фактически. Ну, могут там быть какие-то более удобные мушки на некоторых стволах. Но в целом, если смотреть, то это никак не влияет на геймплей. Но, с другой стороны, очень обидно, что там не будет возможности открыть донатный предмет за какими-то криптоключами, как это сделано в Black Ops 3, в Black Ops 4. Или нельзя будет выполнить какой-то контрактик, чтобы получить какой-нибудь донатный предмет. Ну и перейдем ко второй большой новости. Это системные требования к Love Duty Black Ops Cold War. Как же мне надоело это название. Ну и системные требования... Ну и системные требования у Cold War следующие. Минималки. i3-43-40 AMD FX-6300. 8 гибов оперативки. 50 гибов для мультиплеера. Или 175 гибов для всей игры. И если Binox затащит на релизе возможность отключать тот или иной элемент игры, то это будет 10 из 10. Далее. Видеокарта. GTX 670 или GTX 1650 минимальная. Короче, там нужна видюха с поддержкой DirectX 12. По рекомендованным системным требованиям, Binox заявляет, что это позволит играть при 60 кадрах в секунду при всех средних настройках. i5-2500K или Ryzen R5 1600X. 12 гибов оперативной памяти. GTX 970 или GTX 1660 Super. Вам потребуется для запуска Cold War на средних настройках. Также есть системные требования для минимального запуска рейтрейсинга. Но я думаю, это нафиг никому не нужно, потому что в мультиплеере довольно бесполезная фича. Да и мало ли у кого есть 3070, которые являются рекомендованной видюхой для Cold War с рейтрейсингом. Вот такие новости. Что думаете по этому поводу? Что думаете по поводу такой легкой интеграции Cold War в Warzone или наоборот? Более подробно про интеграцию Треярчи обещали нам рассказать через 2 недели. Так что будем ждать и узнаем, что из себя будет представлять. Пока не ясно, добавит ли новую карту текущему Верданску. Добавить карту, на которую как раз таки и запихнут все вот эти стволы из Cold War. Или нам просто в Верданск скинут тот арсенал, который мы имеем в Cold War. Но я бы хотел увидеть новую карту, там, не знаю, Алькатрас тот же переделать. Или как-нибудь переделать карту Блэкаута. Потому что, на мой взгляд, карта Блэкаута была довольно интересна в плане локаций. Да, возможно, немножко безумная за счет зомби и локаций из зомби-режима. Или же им надо придумать какую-то уникальную карту, которая свяжет какие-нибудь культовые локации из серии игр Black Ops. Все пишите в комментариях. А также большое спасибо, что смотрели это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте, делайте репост этого видео. Увидимся на поле боя. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok